Приветствую всех на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ-3 стиральных машин до 20 тысяч рублей рейтинг по отзывам покупателей. В общем-то ситуация сейчас экономическая, сами знаете какая, и стиралки подорожали в два раза, а то и больше. Соответственно купить автоматическую стиральную машину до 20 тысяч рублей сейчас очень сложно. Практически считанные модели на рынке стоят меньше 20 тысяч. Ну вот например один из вариантов это стиральная машина Хай. Полное название вы видите на дисплее. Кстати ссылки на все машинки которые будут присутствовать в нашем обзоре вы найдете в описании. Стоит машинка 19 тысяч 389 на Яндекс.Маркете. Пока что описания этой машинки не добавили, но могу сказать, что эта машина состоит из запчастей по большей части индезитовских, ну и часть идет арестоновских. То есть это, будем говорить, китайская версия этих запчастей собирается в России. Если более подробные вас интересуют характеристики, могу поделиться. Размеры этой машинки 85 на 59 с половиной на 42 сантиметра. Двигатель у нее коллекторный, то есть обычная ременная передача, ну как на старых машинках. Никаких инверторных двигателей на такие машинки не ставят. Максимальная загрузка 5 килограмм. Режимов работы довольно много, тут начиная от дополнительного полоскания предварительной стирки и заканчивая там всякими шерсть, хлопок, ускоренная стирка 20-минутная, ну и так далее. Скорость отжима 800 оборотов в минуту максимальная, ну и можно регулировать с помощью ручки. Ну так же как на индезитах по большому счету. Энергоэффективность обычная у нее, класс А. Уровень шума, кстати, нормальный. То есть при стирке 59 дБ, при отжиме 74 и это реальные показатели, потому что пользователи уже отмечают, что машинка это чуть тише, чем, например, некоторые там индезиты, арестоны, или даже LG. Есть защита от детей и контроль пенообразования. Ну и дополнительные такие необходимые функции в этой машинке тоже есть. То есть, в принципе, это, можно сказать, единственный вариант. Если мы рассмотрим прочие машинки, да, то больше мы за такие деньги ничего не купим автоматического. То есть, вторая у нас в рейтинге будет машинка, это уже полуавтомат Ренова WS75. 14368 рублей она стоит. Два бака у нее, то есть в одном стираем полощем, в другом отжимаем. Ну, как бы как советские машинки, то есть центрифуга здесь. Загрузка 7 килограмм у нее. Скорость отжима 1350 оборотов в минуту. Вот так машинка выглядит, что называется, вблизи. Ну и я что могу сказать, что техника, в принципе, нормальная. То есть, если вы не имеете там лишних средств, у вас, допустим, вот только эта сумма на руках, то за эти деньги вы получите неплохую машинку. То есть, стирать в ней вполне можно. Если аккуратно обращаться, то 5-7 лет она отработает вполне уверенно. Следующий вариант у нас, он же завершает наш обзор. Это стиральная машина полуавтомат Optima. Всего лишь 11 970 рублей она стоит. По современным меркам это очень даже хороший вариант. 5 килограмм загрузка у нее. И скорость отжима также 1350 оборотов в минуту. Габариты 63,5 на 38,5 на 75 сантиметров. Ну и отзывов у нее, у этой машинки, может быть, и не так много, конкретно на Яндекс.Маркете. Но вообще об этой машинке отзываются достаточно хорошо. То есть, техника и внешне смотрится неплохо, да. Ну, если говорить именно о таких машинках полуавтоматических. Ну и качество материала у нее чуть получше, чем, например, у аналогичных некоторых машинок. Например, Славда, да. Поэтому смотрите, более подробно изучайте. Ссылки на все машинки вы найдете в описании. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.